Всем привет! В Москве 11 апреля. У нас совсем потеплело. Сегодня днём уже 15. Завтра, послезавтра обещают до 20. Пришло время поменять колёса на летние. И заодно решил я устроить 3 видео с тормозной системой. Через пару дней будет 4 месяца. Как забрал машину из салона. Смотрю, что здесь творится. Вот первое, что меня привлекло, когда снял колесо, это такие вот подтёки на левом переднем суппорте. За колодками было не видно, что это. Я, честно говоря, подумал, что уже потекли манжетки. Но нет. Это оказалось равномерно. Всё распределено вокруг трёх поршней со всех сторон. Похоже, наконец-то на заводе стали обильно закладывать смазку, что не может вырадовать. Сейчас я сниму пыльничек, одену. Смотрю, что там происходит. А ещё это, конечно, меня порадовало. А вот не порадовало то, что я уже еле-еле вылил вот эти пальцы, которые фиксируют пряжку, прижимающую скобу суппорта. Если верхняя ещё как-то вынулась, то нижнюю пришлось несколько раз молотком пораскачивать взад-вперёд, прежде чем она вышла. Внутри уже было всё ржавое. И сам палец тоже был ржавый. Как мог, всё это почистил. Вот. И, конечно, надо туда добавить смазки. В принципе, здесь не думаю, что будет высокая температура. Можно смазать чем угодно. Я смазал специальной смазкой для суппортов. Ну, раз уж она у меня была, так что за такими вещами надо следить. В один прекрасный момент, когда придёт время менять колодки, может понадобиться высверливать эти оси. Приподнял я на одном поршеньке манжетку. Да, там внутри определённо присутствует смазка. Это точно не тормозуха. Возможно, что-то закладывали при сборке. То есть, это чисто монтажная смазка, а не специально закладывали под манжетки. Ну, что-то там есть уже неплохо. Раньше я такого не видел. Лучше, чем ничего. На старой машине ABS у меня не было. А на это я как-то не сразу обратил внимание. Здесь вот идёт тормозная трубка и рядом с ней идёт провод к датчику ABS. И, в общем, он абсолютно никак не закреплён. Просто вот здесь вот так вот болтается. Если периодически съезжать с асфальта, то, мне кажется, оторвать его более чем реально. Позже я буду обязательно стоять подкрылки полные. Здесь всё так вот закроется. Но это будет немножко позже. А сейчас, наверное, надо его хотя бы к тормозной трубке стяжками, чтобы закрепить. Если не хотите долго мучиться, пытаясь попасть пальцем в оба отверстия напряжки, самый кончик на наждаке. Немножечко нужно на конус свести. Собираться будет намного легче. Левую сторону собрал. Пальцы, которые держат пряжку, смазал. Провод от датчика ABS закрепил. Но хуже точно не будет. Пойдём посмотрим, что у нас на правой стороне. разобрал я правую сторону. Здесь всё то же самое. Под одного цилиндрика выдавил много смазки. Из центрального поменьше. И справа не выдавил ничего. Наверное, ему просто не досталось. Вот. Провод от датчика ABS точно так же болтается. Так, теперь пальцы. Всё абсолютно то же самое. Верхний ржавый, в окислых, но нормально шевелился, вышел от руки. А вот с нижним тоже пришлось уже возиться. Просто так он это не хотел. Уже вот он прилично ржавый. Тоже весь в окислых. Пришлось всё немножко постучать молоточком назад, вперёд. Четыре месяца. Ползимы. Так что вот, не забывайте всё во время обслуживать. Смазывать. Если не хотите. Потом, года через два, при замене колодок, испытать все радости общения с отечественным автомобилем. Так, ну я всё почистил. Всё здесь смазал. Теперь, смотрите, когда будете устанавливать скобу суппорта, Здесь всё достаточно туго. Собирать тяжело. Можно облегчить себе жизнь, если немножко, заведя её под нижнюю пряжку, пристукнуть сверху. Мы её усаживаем вниз и сжимаем внизу пружинки, которые поджимают пряжку. А пряжка, в свою очередь, поджимает скобу суппорта к самому суппорту. Чтобы у нас ничего не гремело и не бренчало. Так вот, усадив её, мы облегчим себе жизнь, когда будем устанавливать верхнюю пряжку. Правую сторону почистил, смазал, собрал. Сейчас пойдём посмотрим, что у нас там с задними тормозными барабанами. Обязательно их снимем, пока они насмерть не прикипели. И смажем посадочные. Вот. А спереди не забываем ставить вот такие фиксаторы, которые удерживают палец. Перешёл я к задней правой стороне. И здесь стык барабана и полуосей уже выглядят как-то так себе. Ржавчина, какие-то. Кристаллы. Окислов. Да, московские реагенты дело с ними делают. Сейчас мы побрызгаем немножко. И попробуем снять барабан. Не забываем сняться с ручника. И ключиком на 12, на 12 откручиваем болтик, который удерживает тормозной барабан. Снялся, похоже, от руки. Вот это да. Вовсю пошло уже окисление алюминиевого тормозного барабана. Ну вот, вроде всё я сделал. Сначала жёсткой щёткой обмахнул всю пыль грязь с этого немудрённого тормозного механизма. Потом почистил корт щёткой посадочные. Нанёс немножко смазки на полуось и на тормозной барабан. Я наносил специальную термостойку, смазку для суппортов. Но, если у вас нет, наверное, можно обойтись любой качественной и, самое главное, водостойкой смазкой. Только не надо перебарщивать. Надо нанести совсем немножко, чтобы защитить место контакта. Что, если переборщите, может быть, при нагреве её начнёт разбрасывать, она будет стекать по барабану, попадать в зону работы колодок. Не факт, что это как-то повлияет, но лучше этого избегать. И в конце не забываем протянуть гайки крепления колёс, чтобы не потерять его на дороге. Продолжение следует... Продолжение следует... Поех colapsать...